Память Вадима Бурага. Да. И песнь тяжело петь, потому что, я же говорю, вот эти, если имеется в виду, опять летим мы на задание, память Вадима Бурага, то это вот я писал на боевых листах, использованных, новогоднюю ночь в эскадрилле, где служил Вадим, погиб с этими с ним и Витальком Балабанов, командир эскадрилле моей. Вот тогда еще никто не хотел умирать, поэтому такая песня, как бы не хотел, но получилась. Вот опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей, а внизу земля Афганистания, разлеглась в квадратиках полей. А внизу земля Афганистания, разлеглась в квадратиках полей. Но не верь, спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облака. Тянутся прерывистые встречные огненные трассы до шика. И к кому судьба какая в выпаде, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты, алые высветят, право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты, алые высветят, право на посадку и на жизнь. И к чему гаданья и пророчества, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режет небо кромки лопастей. И опять страна Афганистанья, разлеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистанья, разлеглась в квадратиках полей. Но ошиблись в расчетах, их было пятьсот, а не двести, как нам сообщали. В кишлаке в Аргамутш, весь второй батальон, пулеметы метухи зажали. Отсекли батарееры огнем РПГ, два из них подорвались на минах. Залегли наши роты, припали к земле и осколки прессали на спину. Слева справа здесь сто, черт их всех разберет, хуже нету такой заварухи. Из мечети вдоль улицы бьет пулемет, и визжат озверевшие духи. Время двадцать ноль-ноль, надо что-то решать, скоро с ночь наши шансы урежет. Без колес и брони нам кольцо не прорвать, а они нас уже не поддержат. Страха не было, только безумная злость и расчет на везение любое. Я потом же думал, а если пришлось затыкать пулемет тот собою? Да, наверное, я смог, аж олев от доски. Если смерть, так уж лучше, с почетом. Только вдруг до ушей полетел от реки, как знакомый напев вертолета. А мы не знали, вертушки на базу ушли за высокие горные гряды. По какому приказу вернулись они, да еще перед самым закатом. Дальше все как по нотам, сорвался эфир, паритоном охренших комбата. И взаменнулся разборотый нурсами мир. И в атаку поднялись ребята. Было время, и был ослепительный час. Все написано в справках и сводках. И старлей вертолетчик, что вытащил нас, оказался моим одногодком. Да еще, москвичо, вон, круглаго земля, Обратаемся, что ли, и к Богу. Два осколка засела в руке у меня, А его угораздило в ногу. И по капельке спирта, по капельке крови, Смешали в стакан и добавили спирта с водою. А начальник разведки, седой капитан, Был при этом при всем комодою. Это никим покажется вам издали, Мол, с ума, что ли, там посходили. А вы традиции сами слагали свои, Жаль, что нынче о них позабыли. И мы потом не один еще прожили бой, Все мы жили боями в Афгане. Я в апреле в Россию вернулся, живой. Он сгорел в сентябре под Ахшари. На гранитной пледе, между цифр, тире, И слова, выполняя задания. Я сюда каждый год прихожу в сентябре, Обратимым моим на свидание. Вот так теперь и живу, не боясь ничего. Может быть за себя, может быть за него. Может быть за себя, может быть за него. Я тоже Вадим Бурагович. Сложил судьба у семьи Бурага, крайне тяжелая. Вадим сразу сгорел. Камыска еще до 18-го. Камыска еще в Ташкенте умирал уже. На руках у жены обгоревшей. И вдвоем. Жена его приехала из Телави. Нина Дедомская, красивая, очень молодая. И маленький ребенок, Вадим Вадимович. Нина пошла работать в Домодельский аэропорт. Больше года, чуть больше года пожила, не могла. Она не хотела никакого другого. Она его любила. И там онкология на почве вот этого вот недостаточно. И мужского внимания там. Она его не хотела. Это привела к тому, что она умерла. Онкология. И вот очередь Вадима усыновили бабушкой и дедом родителей. Вадим Бурага. Но дальше судьба. Вадим Вадимович, мой островец в Суворовской училище закончил. В Клину закончил училище военное. Потом в это время умерли его дед с бабкой. Там приемные родители. Три года назад погиб вместе с беременной женой в автомобильной катастрофе капитан Вадим Бурага. Так что все, мужская линия прервалась. А умирал Камыска. Но я должен это сказать, потому что Вадим сгорел сразу. Когда вертолёт сбили, они упали на дно пересосшего. Там какая-то речка текла. Вадим близкий откинул, побежал вниз по склону. В это время рванули. А Виталька Камыска прижала к кокону вертолёт. В это время рванули баки керосиновые. И он его оглушило. И то обломка он упала, его накрыла волной. В общем, три головешки в кундуз доставили. Вот такие. Вот у него на предъявителе чеки там вот эти все просигали. Наши фотографии. На Новый год песню, которую я пил только что. Фотографии мы в траве стоим. Вот. А его Камыска Виталька Балабанов обгоревший был доставлен в Ташкент. Жене его позвонили. И она приехала, потому что думал, что у него желтуха. А он весь. Они дружили вместе с ими. Он Камыском был у Вадима. Вадим сам был по Камыском, но он залетел в Иран, пока служил здесь в Союзе. Его рожал. Мне же рассказал, его рожал старший Тимон с капитана. На день рождения к Нине, безжене своей помню. И отправили в Афганистан особист. Хороший мужик тоже. Нормальный парень. Спас его от уголовного преследования. И вот. Когда приехала Валентина, это жена Камыска, Виталька Балабанова. Она потом рассказывала. У меня здесь, в Москве, они приехали обе рассказывать. Плакали. Черная вещь покрыта какой-то мазью. Одни глаза. И плачет. Он говорит, что ты плачешь? Ты же живи. Вот живи там. А он плачет. Я Вадима не уберег. Они поклялись, когда улетали. Камыска вернет Вадима жену. Они друзья были семьи и дружины. Жарим Вадима. А вот она, дословно передаю. Женская натура тут ни при чем. Это просто я бы тоже не знающих. Она говорит, да подожди ты. Виталий, да чего ты, живи. Ну так случилось, живи там все. Что ты там, о себе надо думать. И последние слова, которые слышала его любимая жена в жизни. Уйди, сука, я умирать буду. Она, ну понятно, вышел за дверь, минута прошла. И запикала там все, и прибежали, он же мертвый. Но что она просить себе не может до сих пор. Понимаешь? Такие дела. Почему я эту песню не успела? Мне тяжеловато их петь, потому что вспоминается все это. Ну ладно. Что там еще? Продолжение следует.